Ножны деревянные, обтянутые кожей, то есть более легкие. Ну и сам клинок, конечно же, сильно отличается от клинка-палаша. Он тоже однолезвенный, заточка по этой стороне. Обух, проходящий с вогнутой стороны, не предназначен для нанесения ударов. Но боевой конец тоже двусторонняя заточка, тоже для того, чтобы наносить колющие удары. И, как видите, сабля имеет хоть и изогнутый клинок, но изгиб не очень сильный. Все та же причина рассуждения об эффективности рубящих и колющих ударов. Кривой сильно искривленной саблей нанести колющий удар очень сложно. Поэтому делалось уже в начале XIX века, даже чуть ранее, тоже такие, скажем так, переходные клинки. С небольшим изгибом.